Лейтмотив. События недели в подробностях. Ее показали в Санкт-Петербурге. Такая малиновая лада. Она действительно малиновая. Предполагается, что она займет место посередине между Вестой и Грантой. Будет стоить неизвестно сколько. Ну, потому что, во-первых, машины пока нет, как таковой. Есть вот такой прототип. Само производство начнется в следующем году, как планируется. Ну, Максим Соколов. Его пытали, пытали. Сколько же будет стоить? От гендиректора АвтоВАЗа. Он сказал, что если сейчас, прямо сейчас мы выпустили в продажу, то где-то миллион двести. Миллион двести за «Искору» отдали бы, уважаемые наши слушатели. Или, может быть, вы хотите больше за нее заплатить? К нам присоединяется автоэксперт Егор Васильев. Егор, рад приветствовать. Добрый день. Найдет ли «Лада-Искор» своего покупателя? Как думаете? Ну, конечно, найдет, потому что для любого современного автомобиля определяющим бойством его популярности на рынке является даже не то, как машина едет, не то, как машина выглядит, а то, сколько этот автомобиль стоит при покупке и сколько этот автомобиль стоит в эксплуатации. Ну, вот, судя по тем данным, которые сейчас появились в свободном доступе, да, «Лада-Искор» должна занять некое промежуточное положение между Грандой и Вестой. Ну, и, соответственно, наверное, с учетом даты выпуска этого автомобиля, поскольку у АвтоВАЗа цены постоянно поднимаются, я думаю, что где-то в районе от полутора до двух миллионов автомобиль в 2025 году должен стоить. Ну, а вот сколько это будет на самом деле сказать трудно. Хотя, на мой взгляд, это достаточно любопытная история, потому что сейчас и китайский автопром, на самом деле, уже многие модели начинаются с двух миллионов и при этом достаточно богато оснащены с точки зрения информационно-развлекательных возможностей, систем активной безопасности. Так что вот как сумеет АвтоВАЗ в этих условиях конкурировать за внимание потребителя, это, на мой взгляд, главная загадка 2025 года для «Искры». Пока мы, кстати, не понимаем там что-то про начинку конкретную. Мы видели эту медиасистему реношную, ну да, она есть. Ну, медиасистема это не отличается особой продвинутостью, тут тоже надо понимать. Да и платформа, в общем-то, не ультра новая с одной стороны, а с другой стороны на этой платформе строятся актуальные «Логаны» и «Дастеры». Так что, в принципе, это должен быть современный автомобиль, а вот как будет все с исполнением и, что самое главное, с продажей, это вот мы еще узнаем. Вы сказали, что до двух миллионов на старте продаж. Это сколько же по тому времени «Веста» будет стоить, по вашему оценку? Нет, нет, я сказал от полутора до двух в диапазоне, ну, на мой взгляд. Потому что Максим Соколов озвучил цену, что если бы сейчас автомобиль продавался, он бы стоил в районе 1,2 миллиона. Ну, это если бы сейчас. Вот, как мы понимаем, еще история не знает случаев, когда автомобили дешевели, но, по крайней мере, современная история. Так что, ну, посмотрим, посмотрим. В случае мобильность обходится все дороже, и с этим, наверное, уже надо смириться. Мы знаем уже характеристики некие. Некоторые, во-первых, шестиступенчатая механическая коробка – это новая для «Лады», у них пяти ступеней до этого было. А во-вторых, я порадовался, честно говоря, я как-то перестал следить в последние месяцы за «Ладой», и я не знал, что они уже наладили выпуск машин с вариатором, что они нашли китайский аналог, и уже он ставится на «Весту», и он же будет ставиться вот на эту «Искру». Да, ну, это в варианте 1,6-106 лошадиных сил, да. Да, и этот вариатор, он как бы очень похож на джатку предыдущую, что есть в прессе, да, об этом пишут. И как он, надежен вообще? Главное, все-таки, это вот именно трансмиссия. Ну, дело в том, что если мы говорим о китайских автопроизводителях, у них особой вариативности в выборе как силовых агрегатов, так и трансмиссий нет. Поэтому, с учетом масштаба выпуска тех же коробок передач, тех же вариаторов, можно сказать, что у этого узла точно будут отсутствовать какие-то детские болезни. Все-таки это крупносерийная история. Ну, и, в принципе, как показывает практика, современные вариаторы очень неплохо себя показывают и на моторах с гораздо более продвинутыми характеристиками, и большими мощностями, и крутящими моментами. Вот, поэтому на ВАЗовских двигателях, я думаю, проблем с этой коробкой быть не должно. Ну, и слава богу. Еще одна автомобильная новость, которая на этой неделе стала известна. На бывшем заводе «Мерседес» в Подмосковье начнут собирать автомобили «Максит». Расскажите, насколько это важный шаг в развитии отечественного, а мы уже считаем китайские машины отечественным, автопрома. Ну, на мой взгляд, ничего особенного в этом событии нет. Потому что, по крайней мере, сейчас речь идет о крупноузловой сборке. Вот, крупноузловая сборка, ну, это, на мой взгляд, достаточно затратная история для конечного потребителя. Потому что, фактически, автомобиль, который попадает к нам сюда, он изначально полностью собирается на конвейере, потом его разбирают, доставляют, его собирают опять. Поэтому, с точки зрения цен, тут, наверное, особой выгоды не будет. С точки зрения адаптации бывшего «Мерседесовского» производства к выпуску, ну, не люксовых, наверное, но все-таки довольно престижных автомобилей. Как речь идет о двух моделях «Эксид ВХ» и «Эксид ТХЛ». Вот, то, ну, я думаю, это неплохо, с одной стороны. Я не уверен, не могу сказать точно, как будет выглядеть экономика процесса. Потому что было заявлено о том, что планируется выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. Но, поскольку сейчас уже почти середина, то, наверное, будет выпущено намного меньше, по крайней мере, на этапе становления производства. Но, в любом случае, чем больше предложения на рынке автомобилей будет у нас здесь, тем лучше конечному потребителю. Потому что, в конце концов, автопроизводители начинают конкурировать между собой. Ну, естественно, выигрывает только тот, кто покупает машину. Ну, а с точки зрения оживления «Мерседесовского» завода, я считаю, что это, конечно же, хорошо. Потому что это рабочие места, это компетенции. Все-таки сборка современного автомобиля – это история достаточно сложная, высокотехнологичная, требующая знаний, умений. И они должны, ну, как бы, постоянно подпитываться какими-то новыми источниками технологии. И Китай прекрасно для этой цели подходит. Да. Еще одна новость, которую я хотел бы с вами кратко обсудить – это краш-тесты и скандалы вокруг них. Напомню, что Toyota Motor, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha объявили в том, что они подтасовывали краш-тесты. Обвинил Минтранс, обвинил японский. Станет ли это ударом для этих корпораций? И вообще, что-то там, получается, они опасные, что ли, эти машины-то, на самом деле? Ну, на самом деле, это вообще не новость. Ну, как, не новость. Новость сейчас, но, в принципе, Toyota уже не в первый раз ловит на том, что они мудрят с краш-тестами. Были истории с японскими автомобилями, когда машина специально конструировалась таким образом, чтобы выдерживать боковой краш-тест с одной стороны, с которой его проводят более успешно, чем с другой. Но, в любом случае, я сильно сомневаюсь, что автомобили из-за этого прямо категорически опасны, их нельзя взять. Нет, скорее всего, здесь есть какие-то подводные течения, потому что, если обратить внимание, то, как только начинают расти продажи, активно начинают расти продажи, в том числе и в Америке, внезапно открываются какие-то приятности. То ремни безопасности, то тормоза, вот были истории, то подушки безопасности, то еще что-то. Японцы начинают кланяться, извиняться, платить огромные штрафы, и после этого у них происходит спад, потом опять медленный рост и опять очередной скандал. Так что, на мой взгляд, проблема заключается в том, что это скорее какие-то не очень-очень методы конкурентной борьбы. Вот, тем более, что, в принципе, для японцев довольно странно, когда, зная о проблемах, они не просто их скрывают, они их продолжают тиражировать на несколько брендов, на несколько моделей. Ну, посмотрим, чем все дело закончится. Я думаю, это очередные извинения, очередные штрафы. Немножко просядет концерн по продажам, и потом опять пойдет в рост. Спасибо большое, автоэксперт Егор Васильев. Лейтмотив. Ну и последний на сегодняшний день тема. От домашних животных в России решили пронумеровать. Питомцам предлагают присвоить идентификационные номера, а их владельцы будут отчитываться в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Законопроект, как думают авторы, должен сократить популяцию бездомных животных. К нам присоединяется кинолог, экс-руководитель кинологического подразделения группы «Антеррор Альфа» Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как профессионал, как вы оцениваете эту меру? Поможет ли она сократить количество бездомных животных? Вы знаете, конечно, и хотелось бы рассказать такие слова, знаете, может быть, наконец-то мы ведем это, действительно, регистрацию собак. По-разному называли, у нас вопрос о чипировании был, и первый раз вопрос, это стало аж в 2006 году. Был создан при Министерстве сельскохозяйственного совета о собаководстве, куда вот имелось счастье я входить. Многие известные, имеющие, так называемые, молы, лидеры Лома, лидера общественного мнения, в среде собаководов вошли, которых люди слушали, с которыми люди шли, и сейчас идут они. И вот как раз обсуждалась эта идея, там это было видеть просто чипирование, но смысл оставался тем же, что действительно люди, когда заводят питомцев, должны понимать, что они несут ответственность. Да, некоторые это понимают и так, и несут ее в полном, даже чрезмерном, может быть, виде. Но есть, к сожалению, такие, которые, наверное, требуются, которым требуется вот это регулирование, государственное регулирование. И это нужно, и однозначно это сократит и количество выброшенных детей. Видите, я говорил, собаки те же дети, на улице надо воспринимать точно так же. И поможет государству регулировать этот процесс. И, знаете, я думаю, что это, во-первых, первый шаг, вот я его вижу как, к тому, чтобы наше собаководство, имеющее многовековую историю, выходило и на международный уровень. И, знаете, в какой-то степени, наверное, несло наш флаг, флаг России в другие страны по всему миру. Потому что это сейчас, наверное, очень важно. Андреич, а как это сократит популяцию бездомных животных? Ну, вот пока не сказано, что должна быть обязательная регистрация. Пока не сказано, что будет какая-то ответственность за отсутствие этой регистрации. И вообще, что значит регистрация? Чи будут вживлять? Как это все будет сделано? Непонятно тоже ничего. Ну, вы знаете, технически много вариантов. И в том числе и чип, и татуировка, определенные там, ну, для бездомных вообще бирки делаются, но это на ухо, это не очень красиво, как бы и травмирует зачастую животных. Вот технически, наверное, это или чипирование, либо татуировка. Что, в принципе, это делается и практикуется у всех собак, породистых собак, которые приобретают. У них вот тут на брюшке есть татуировка, там с номером, обыкновенным цифровой буквенный код, который, так сказать, позволяет в случае потери даже найти собаку, найти владельца и так далее. Вот, я думаю, по такому пути пойдут. И я считаю, это очень правильно. И, ну, во-первых, сама процедура, сам факт этой процедуры, как бы, несет большую ответственность среди людей, которые приобретают. Как правило, родители это делают не дети, и они будут детям, я надеюсь, это носить. И я думаю, что это первый шаг в этом пути. Он однозначно такой, без каких-либо обязательств, без каких-либо ответствий. Но потом обязательно какая-то ответственность должна быть, потому что без этого, конечно, это будет пустое движение. Ну, человеку надо еще контролировать. Огромный город, ну, много квартир. В какой-то квартире живет собачка, как понять, она зарегистрирована, кто это все будет делать? Ну, это совершенно правильный, своевременный вопрос. Просто я кинологу говорю, что, да, мы ходим на собаки, гуляют на улице, кто-то убирает, кто-то не убирает. А за кого-то убирают дворники, муниципальные службы, и, соответственно, кто-то их должен оплачивать. Да, я думаю, что если мы берем машину, покупаем, мы платим определенные налоги. Точно так же должно быть с собакой. Возможно, да, это должны быть не включать в себя слабо защищенные социальные слои, там, старушки, пенсионеры какие-то, да. Но начинать надо, надо формировать какую-то базу, какой-то фонд, и, наверное, это даже государственная структура. При ком там, наверное, определяется, может, при том же Министерстве сельского хозяйства этой структуры, может, еще как-то. И вот, конечно, без вот этих денег, структуру, которая будет контролировать, ну, я должен давать, возможно, конечно, можно все опять на участковых повесить, как бы, да. Всех собак, всех собак, да, на участковых. Андрей Ильич, ну, хорошо, опять же, непонятно, как это будет работать, но, допустим, вот есть собака, она чипирована, зарегистрирована, и вдруг эта собака убежала. Такое случается. Ее ловят, выясняют, кто ее владелец, и что же, наказывают этого владельца за то, что собака просто убежала от него случайно совершенно? Нет, ну, вы знаете, уже есть такие неформальные организации, неформальные, вообще, организации, да, коммерческие, да, что можно обратиться к питомству. Вот это, наверное, опыт их надо перенять, да, и люди, как или возвращают собаку, если она ничего не сделала, если возвращает, то, наверное, какой-то штраф у нас приходит. Или да, или, знаете, обратная ситуация, собака, человек выкинул собаку, выкинул намеренно, а потом говорит, так она убежала, я-то что, я-то ее люблю, и все. Ну, вы знаете, значит, собака возвращается, я думаю, практика будет, и будет решение, одна, значит, собака возвращается, фиксируется в базу, если повторный раз убежала, то, знаете, ненадлежащее обращение к животным, наверное, может быть регламент, там, три раза убегает собака, значит, ее возвращают куда-то в приют, и, соответственно, выписывают штраф, который идет как раз на содержание этой собаки, и на поиск для нее новых хозяев, более добрых и хороших людей, вот я так скажу. Но ведь регистрация животных уже обязательная действует, да, в некоторых регионах? Вы знаете, я скажу, вот, как практик, может она и действует, но я вот на себе, вот, Московский регион, да, вот прям, если я не занимаюсь тем, что вот мне надо выехать с собакой, там, как бы, пройти, регистрационные действия, там, или таможня, или это просто вылет на самолете, ну, соответственно, мы с этим не сталкиваемся. Но, в определенном уже виде это есть, это надо иметь загранпаспорт, и просто так мы собаку не посадим в переноску, в любую, да, там есть регламент, какая должна быть переноска, и, соответственно, просто так не переместимся. Вот, ну, я говорю, что надо с чего-то начать, это очень правильное движение, я очень рад этому движению, что у нас появятся средства, и эти средства, вот, я не знаю, появляются все больше и больше, я про Москву говорю, все-таки мест для выгола. Я не знаю, в экономике могу погрузиться, откуда берутся деньги, откуда-то берутся, вот, да, я думаю, по старшему принципу, но все равно их достаточное количество, чтобы их стало больше, а мы, как собаководы, хотим, чтобы больше, чтобы гулять с собаками, чтобы с собаками там дружили, бегали, играли. Спасибо большое, кинолог Андрей Попов.